Приветствую, дорогие друзья, с вами вновь я, Frostfire, и мы продолжаем с вами проходить визуальную новеллу Бесконечное лето, в этой бесконечной суматохе, по этому бесконечному порочному кругу мы все будем блуждать, блуждать с вами много-много раз, пока не выберемся из этого круга, из этого кольца, из этой спирали даже в каком-то плане, не найдем выход, как нам отсюда выскочить Но об этом нам придется задуматься еще не скоро, для начала нам нужно добить хотя бы первый круг, первую дорожку, первый вариант, первый рут Хотя бы какой-нибудь, для этого мы с вами здесь сейчас сегодня и собрались, поэтому просто продолжаем, друзья мои, идем по Лену Руту День пятый, примерно середина пятого дня, если кто-то забыл, то мы приплыли только что на остров Ближний, чтобы собрать земляники Поскольку Ольга Дмитриевна попросила Славю собрать земляники, Славя попросила нас с Леной помочь ей в этом непростом деле И вот мы, собственно, на острове Ближний будем собирать землянику Шурика мы нашли в прошлый раз, ух ты, извиняюсь Так что теперь переживать особо не за что, кроме того, что мы не ищем пока что ответы на вопросы о том, как мы сюда попали И что нам делать дальше Ну да ладно, сейчас нас это почему-то не сильно беспокоит Итак, продолжаем Совершенно обессиленный, я выбрался на берег и посмотрел на лодочную станцию Она казалась так далеко, что я ощутил себя первым человеком на Луне, который наблюдает восход Земли Один маленький шажок для человека и огромный скачок для всего человечества Окей Ух ты, я аж поперхнулся немного Собственной слюной От таких выражений и фраз Итак, держи Славя протянула мне корзинку Остров был небольшим, метров сто в длину, не более Но скорее напоминал березовую рощу Ровные ряды деревьев покрывали всю его поверхность Под ногами растелалось спокойное зеленое море Ветерок лишь изредка вызывал волны на поверхности Этот островок казался просто-таки райским местом Неудивительно, что именно здесь растет самая вкусная земляника Нам бы надо разделиться, так быстрее управимся Да, наверное Но корзинки-то только две Робко заметила Лена Да, точно, я не доглядела А как мы разделимся? Я пойду с Леной или я пойду со Славей? Ну, конечно же, я пойду с Леной Я думаю, тут особо не нужно вдаваться в какие-то рассуждения Да, в дилеммы А пойти мне туда или туда? Тут мы, понятно, и так идем по Руту с Леной И уже как-то после всего, что с нами случилось вместе с ней Связанное с ней, да, мы просто не можем не с ней пойти Это будет какое-то предательство Да Давай я пойду с тобой Давай Вот и славно Славя взяла вторую корзинку и пошла в дальнюю часть острова Ну и что? Ну что? Что? Пойдем? Ага Лена улыбнулась Только собирай внимательнее, не пропускай ни одной ягодки И ты тоже Да Жатва началась Земляника здесь действительно была вкусной Я бы, наверное, съел ее всю, если бы вовремя не остановился Ягоды размером с клубнику ярко-красного цвета Да, мы точно не зря сюда приплыли Лена шла совсем рядом, так как корзинка у нас была всего одна Я чувствовал себя грибником, заглядывая под каждый кустик и внимательно роясь в траве У тебя как-то лучше получается Да? Я их не считаю, если честно Нет, правда Корзинка была уже наполовину заполнена А ты, наверное, любишь природу? Да Яркий луч солнца, пробившийся сквозь кроны деревьев, ослепил меня на секунду Я опустился на землю и прислонился к дереву Красиво все же здесь Лена села рядом Близко настолько, что ее локоть касался моего Да Мы просто сидели Время, кажется, остановилось Ветерок нежно колыхал листья на деревьях В траве лениво прыгали букашки А в дороге на воде резвились солнечные зайчики Лена опустила голову мне на плечо Сначала это немного меня удивило Но потом, прислушившись к ее размеренному дыханию Я подумал, что так и надо Видимо, разморила и она решила сдремнуть Несколько минут я просто сидел и ни о чем не думал Но потом в голове со сверхзуговой скоростью начали скакать мысли Лена рядом спит Я посмотрел на нее На лице девушки было такое спокойствие Умиротворенное выражение, что казалось, она сейчас где-то не здесь Где-то в лучшем мире Не знаю, что бы случилось в следующую секунду Если бы я не услышал голос слави Семен? Лена? Я несколько раз резко тряхнул головой в разные стороны, чтобы прийти в себя Лена начала просыпаться Мне всегда нравится, как он в этом На этом арте Почему-то обнимает ее за талию Ну, как бы, да И, как бы, не знаю Немного это странновато То есть он, как бы, робкий, вроде бы, как главный герой И всегда, там, боится вообще лишний раз, там, прикосновений Ну, не то, что боится, а, там, как бы, выбивает из колеи лишние, там, прикосновения к девушке А тут он ее вообще за талию приобнил Как-то странно Ну, да ладно Ну, я понимаю, что это, на самом деле, такое Здесь нет какого-то скрытого подтекста и так далее Это просто арт Возможно, это такая некая несостыковка, да, сценария с артом Ну, по каким-то причинам Или просто так Ну, просто так нарисовали, я даже не знаю Вот Как-то чуть-чуть больше фан-сервиса, что ли Ну, и не фан-сервиса, конечно Ну, вы поняли, о чем я Кстати, да, данный ролик я пишу Еще не выложив предыдущую часть Поэтому я Насчет земляники я еще ваши комментарии пока не вижу Поскольку этот предыдущий ролик еще не выложил Ну, мне просто приходится сейчас так записать Посему вы не удивляйтесь Я их обязательно прочитаю Просто я не буду сейчас их проговаривать на данном видео Поскольку, ну, вы поняли Ваших комментариев еще нету и не может быть в принципе Поскольку предыдущий ролик еще не выложил Ну, окей Не беритесь сильно в голову Она открыла глаза и отсутствующим взглядом посмотрела на меня Типа так А? Что? Уже утро? Окей Так Что снилось? А? Поняв, что задремала у меня на плече, Лена покраснела Извини Да ничего К нам подошла Славя и Лена поспешила встать И как улов? Я грустно вздохнул Что-то не густо А из ее корзинки земляника так и вываливалась Ладно, нам и этого хватит Пора возвращаться Я взял корзинку и мы направились назад к лодке Окей Обратно мы доплыли быстрее, потому что я постарался сконцентрироваться на гребле И не отвлекался ни на что другое Хотелось лишь вернуться на пристань живым Первый заплыв не прошел бесследно И в этот раз руки начали болеть уже после нескольких измахов веслами Пришвартовав лодку, я бессиленно рухнул на землю Славя и Лена склонились надо мной Если тебе было так тяжело, ты бы сказал бы То? Да нет, ничего Сейчас полежу и все пройдет Ладно, тогда отнеси к корзинке, пожалуйста, Ольге Дмитриевне А то у нас еще дела есть Да, конечно Сейчас я был готов согласиться на что угодно, лишь бы не вставать Славя поставила корзинки, полные земляники рядом со мной И весело о чем-то болтая с Леной направилась в сторону площади Самое тяжелое сделанное Так я думал, пока не встал и не взял корзинки После спортивной гребли они казались мешками с цементом Хотя вряд ли весили больше пары килограмм каждая Из-за этого путь до домика вожатый занял у меня куда больше обычного Приходилось останавливаться через каждые 50 метров, чтобы отдохнуть Когда я все же дошел, то поставил корзинки на землю, а сам с трудом опустился в шезлонг Ольга Дмитриевна Ольга Дмитриевна, я вам гостинцы принес Ответа не последовало Я с трудом поднялся и зашел в домик Внутри никого не было Не хотите, как хотите Я улегся в шезлонг и задремал Мне пристился странный сон про земляничные гонки Я пол на лодке греб изо всех сил, чтобы спастись от огромных ягод, которые гнались за мной Руки уже отказывали Глаза заливал пот так, что ничего не было видно Кровь стучала в висках Но земляники все приближались Они скакали на мне А, скалили на мне свои хищные пасти Но постойте Пасти в землянике? Семен! Семен! Я проснулся Передо мной стояла Ольга Дмитриевна и трясла меня за плечи Я смотрю, урожай вы собрали неплохой, не так ли? Да, я старался, это все благодаря помощи девочек А... 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 Я не помню, на что этот... эти варианты влияют, честно говоря Ну, допустим, будем более вежливыми Понятно, но это еще не все Действительно Я-то уже размечтался, хотел спокойно полежать Ты же знаешь, зачем эта земляника? Не имею ни малейшего понятия Признался я честно Будем из нее торт делать Ясно Что же, весьма логично В честь чудесного спасения Шурика Ведь это все благодаря тебе Было понятно, что земляникой дело не ограничится И почему, скажите на милость, если я такой герой То праздник в честь себя должен организовывать сам Ну, наверное Так вот У меня для тебя есть ответственное задание Для торта не хватает еще дрожжей, муки и сахара Все это надо принести в столовую до ужина А те, кто торт будут печь, не могут как-то сами Жалостливо поинтересовался я Конечно, нет Они все заняты А без дела у нас в лагере слоняешься только ты Хоть в ее словах и была изрядная доля правды Сейчас мне от этого никак не становилось легче Более того, они послужили контрольным выстрелом Итак, запоминай Дрожжи возьмешь в медпункте Муку в библиотеке Сахар в здании клубов Подождите, а... Мне некогда Я спешу Удачи тебе Она хитро улыбнулась и ушла Конечно, в этом лагере много странного Но дрожжи в медпункте Окей Это я понять могу Но Мука в библиотеке Сахар Нет Это уже выходит за рамки разумного Я смачно плюнул себе под ноги Не хочу Не желаю в это верить Скажите мне Скажите, что вы меня разыгрываете Если бы сейчас передо мной появилась толпа зеленых жирных троллей Каждый из которых считал себя обязанным вдоволь посмеяться надо мной Я бы и не удивился Может быть Ну его этот торт Некоторое время я обдумывал, как поступить Нет Если такая масштабная задумка Ольги Дмитриевны сорвется То мне влетит так, что мало не покажется И усложнится все И поиски ответов Которыми я уже давно не занимаюсь И просто моя обычная жизнь в лагере Похоже, придется все же Пфу ты И пошли обходить всякую хрень Например, медпункт Ладно, начнем слева Общие кружки Казалось, что за сегодня мне пришлось пережить столько же Сколько за предыдущие дни Так что, подходя к зданию кружков Я и думать забыл о том, что искать здесь сахар Вообще говоря, несколько странновато Может быть, может быть Неко-робот Неко-робот Шурик и Электроник что-то увлеченно мастерили Увлеченно настолько, что даже не заметили меня Я присмотрелся Это был какой-то робот Хотя бы его корпус Причем робот женского пола Да еще и с ушками Не хотелось строить теории Для чего светилом лагерной кибернетики могло понадобиться это устройство Хоть конструкция и выглядела относительно технологично У меня были большие сомнения в том Что этот робот сможет в будущем завоевать мир Или хотя бы вообще будет способен на какие-либо самостоятельные действия Однако им кажется важнее сам процесс Нежели конечный результат Ну, да В принципе По сути, как говорится Если вы ищете в чем-то смысл То смысл заключается Ну, даже, ну, как это Как многие любят говорить В чем смысл жизни, да Там, вот Это довольно Такой упрощенный вариант ответа Да, но, говорится Смысл жизни в самой жизни То есть в процессе Как вы ее живете А не в том, что вы пытаетесь там От нее получить И в ней добиться В конечном итоге и так далее Ну, ладно Не будем сейчас какие-то философские темы уходить И так далее Там В чем смысл жизни Там, вселенная и вообще Ответ 42 Ну, кто смотрел, поймет, о чем я говорю Ладно, не важно Да, им важен был сам процесс скорее И тут я мог их понять Хотя мне и не хотелось признаваться В этом самому себе С другой стороны Они не боялись провала, критики, насмешек Шли и шли себе к намеченной цели Не обращаю внимание на то, что кому-то Она может показаться недостижимой Или вовсе абсурдной Я просто что усмехнулся По сути у меня также, допустим, с тем же Ютубом Мне важен сейчас сам процесс В большей степени скорее Процесс общения с вами Записи роликов Как бы Тем, что вот я делюсь с вами Своим, так сказать, творчеством, грубо говоря Мне не важно Чего мы в конечном итоге добьемся Если добьемся мы в итоге там 20 тысяч подписчиков И больше там выше не поднимемся Или у меня будет в конечном итоге там 20 миллионов подписчиков Чем больше, кажется, тем лучше Да, то есть Ну будет просто веселее В каком-то плане Но мне в принципе уже и Я довольствуюсь тем Ну не тем, что уже есть А как бы процессом самим Процессом набора новых зрителей То, что у меня находят все больше Все больше зрителей новых Как бы в наши ряды Они Примыкают к нашим рядам Начинают общаться со мной, с вами Ну ладно, я опять ухожу в дебри рассуждений Ребят, мне Мне нужно это Какой-то переключатель Не знаю, какой-нибудь стоп Перед собой какую-нибудь табличку Остановись Просто не надо Отдумайся Не нужно много лирических отступлений Поэтому я продолжаю Это я уже фразу прочитал Поехали дальше Как будто я правда их сравниваю С какими-то светилами науки Привет, ребята Просто Главный герой В какие-то дебри мысли уходит И я вместе с ним улетаю Туда же В эти дебри мысли И отступление делаю От основного прохождения Неуверенно поздоровался и я Привет, ребята О, Семен, заходи Всегда рады Да я и так уже зашел вообще-то Ты это Извини за вчерашнее Хотя я почти ничего не помню Но мало ли что В общем Ничего, ничего А что тебя привело в нашу скромную обитель? Электроник хитро посмотрел на меня Порой мне казалось Что когда он делает такое выражение лица То полностью уверен Что знает про собеседника Нечто, чем может козырнуть подходящий момент Сахар Мне нужен сахар Перед глазами сразу всплыла картинка Из старой компьютерной игры Где какой-то юнит Строитель или что-то подобное Во все свои пять пикселей кричал More We need more Gold needed Нужно больше дерева Нужно больше золота Или казна пустеет, мой лорд Ну да ладно Это просто на ностальгию проперло Или в каких-то Или в каких-нибудь старых РПГшках Синглплеерных Когда ты приходишь Кому-то К NPCшнику И Значит Кликаешь Задание Вот Потом бежишь там Получаешь у кого-нибудь Нужное для этого задания Вещь Мне там нужно это Мне нужен сахар Сахар Да Это есть у нас Спокойно ответил электроник А зачем он тебе Я не хотел объяснять Шурику Что в его честь Хотят испечь торт Не хотел портить сюрприз Не знаю Ольга Дмитриевна попросила принести Ладно Сейчас Электроник скрылся за дверью В соседнюю комнату А почему сахар именно у вас лежит А не в столовой Когда в прошлый раз Машина с продуктами приезжала То его выгружали последним А так как наше здание Ближе всего к проходной То Чтобы далеко не носить Логично Открылась дверь И появился электроник Тащивший за собой огромный мешок Я конечно не знал Какого размера торт Планирует испечь Ольга Дмитриевна Но здесь сахара явно многовато Спасибо конечно Но мне столько не надо А куда же мы его переложим? Электроник удивленно посмотрел на меня Нам некуда Просил сахар Забирай Похоже та его улыбка Все же не была беспричинной Может быть тогда Поможете мне дотащить Тут недалеко же А мы заняты Он показал рукой на робота Я пристально посмотрел на Шурика В конце концов Он был мне обязан Тот замялся Но все же стыдливо отвел глаза Я вздохнул Взял мешок И направился к выходу Спасибо что же Надрываясь сказал я на прощение Однако далеко у тебя не получилось Уже через каких-то 20 метров Мне пришлось поставить мешок на землю Чтобы передохнуть Так Через плечо На спину Я не знаю Как Как бы да Не знаю сколько он весил Но казалось что точно не менее 20 килограмм С одной стороны До столовой оставалось всего Каких-то пару сотен метров С другой же Даже такое расстояние С подобным грузом На плечах А иногда в руках Ногах Под мышкой И даже на голове Казалось мне тогда Непосильным Я уже твердо решил Передвигаться Небольшими рывками С длительными остановками К ночи как раз добрался бы Как услышал голос позади себя Может тебе помочь? Передом стояла Лена Я думаю что у тебя это получится Именно с такие минуты Я мучительно тяжело ощущал Что мне катастрофически Не хватает физической формы Я могу за тележкой сходить Тележка? Почему я сам об этом не додумался? Да, это было бы здорово Подожди тут Я быстро Она улыбнулась И убежала в сторону площади Что бы я без нее делал? Скажу что Лена все же Не всегда такая застенчивая А иногда и вполне может Проявить инициативу Я задумался Сейчас она выглядела Довольно странно Ни тени робости на лице Наоборот Улыбка, уверенность Приложение помочь Само по себе не было Чем-то из ряда вон Выходящим Но от Лены Через пару минут Она вернулась Небольшой тележкой Я поставил на нее мешок Спасибо Не за что Она покраснела И уставила себе под ноги Ну вот опять Тогда я пойду Да, удачи Еще раз спасибо Крикнул я ей след Иногда мне казалось Что в Лене живут Два разных человека Но второй Уверенный в себе Веселый Местами даже какой-то дерзкий Появляется только передо мной Или мне опять все это кажется Я решил, что лучше Принесу все ингредиенты Одновременно Поэтому направился С тележкой в сторону Домика Ольги Дмитриевны Все правильно What? Окей Вот Не знаю Ладно Не очень логично Это прозвучало Давайте медпункт Что-то тут дрожжи По-моему Мне начинает казаться Что в последнее время Я слишком уж часто Бываю в медпункте Что же Ничего не поделаешь Так складываются обстоятельства Я вздохнул и постучал Войдите Несколько нараспев Ответила медсестра Здравствуйте Меня Ольга Дмитриевна Прислала за... Я несколько занялся... Дрожжами А, да Конечно Она широко улыбнулась Только у меня их нет Пионер Как так? Она сказала, что... Ну, раньше были Да закончились Я даже не стал спрашивать Зачем они вообще понадобились Медсестре Впрочем, ты не расстраивайся Могу предложить тебе аспирин, например Может быть, он мне и не помешал бы Где же мне тогда их достать? Я вздохнул А вот Она открыла ящик А достала какую-то бутылку Я присмотрелся Пиво Останкинское Ммм... А что такого? Пиво тоже продукт брожения Она пристально посмотрела на меня Никто и не заметит Да, в ее словах была логика Но все происходящее Казалось мне настолько гротесным Что я не сразу нашелся, что ответить А вы уверены? Абсолютно Ну ладно В карман шорта бутылка явно не влезала Спасибо Неверно промямлил Я и вышел из медпункта Эта музыка, она немножко не совсем в тему Тут должно быть что-то такое более... Я просто сейчас пытался вспомнить Какой-нибудь более подходящий Ост Именно из самой... Из самого Бесконечного Лета Но что-то как-то не могу пока сходить Ну ладно Нет, пиво наверняка может заменить дрожжи Даже моих скудных знаний по химии и биологии хватит, чтобы поверить в это Но... Вообще ходить с бутылкой в руках мне сразу показалось не лучшей идеей Поэтому я решил отнести ее в домик Ольга Дмитриевны и спрятать там Но и до него надо было добраться так, чтобы пиво не заметили Я засунул бутылку под рубашку Все бы и хорошо, но на площади меня кликнула Славя Точнее, она вынурнула у меня из-за спины так неожиданно, что я даже вздрогнул Стой, какая же громкая музыка, ужас какой Я сделаю чуть потише Как продвигается? Что? Поиски ингредиентов А, ты уже знаешь? Да Славя улыбнулась Нормально Стараясь не выдавать свое волнение, ответил я А что у тебя там? Она показала на выпячивающейся из-под рубашки бутылку А, это... кажется, я попал Да так, ничего особенного, я глупо захихикал Мне пора Площадь я покинул почти бегом, оставив Славя в недоумении Хорошо, что она не из тех людей, которые будут задавать лишние вопросы Но есть в этом лагере те, кого хлебом не корми, дай засунуть нос в чужие дела Проходя мимо домиков пионеров, я столкнулся с Ульяной Что прячешь? Она хитро посмотрела на меня И я решил, что отпираться нет смысла И поэтому вызывающий ответил А не твое дело Шифровку штаб несу Большая шифровка Бутылку я держал на уровне пояса, поэтому несколько смутился Может тебе помочь? Сам справлюсь Я уверенно обошел Ульяну и продолжил путь К моему удивлению, она ничего не сказала и не стала преследовать меня В огнительной домике не было Так что мне удалось спокойно спрятать бутылку к себе под кровать Улили на улицу, я облегчено вздохнул Действительно, никогда бы не подумал, что буду так переживать за одной бутылки пива Вот именно даже пиво, это даже не спиртное Ну ладно Словно вернулся старшие классы школы Хорошо, что сейчас она в безопасности А если даже и найдут, скажу, что не мое Опыт придумывания продания у меня был большой Ну да, под твоей кроватью и не твое Окей, последнее место Библиотека Если все остальные пункты в списке продуктов для торта хоть как-то укладывались у меня в голове То мука библиотеки нет Я долго думал... Я что-то сейчас подумал Мука библиотеки, они, наверное, посыпают мукой книги Чтобы они выглядели, как будто книги покрылись пылью и давно тут стояли А я не знаю, ладно Я долго думал, кому и зачем она могла там понадобиться Но ни одного сколько-нибудь толкового объяснения на ум не приходило Учитывая суровый характер Жени, лучше сначала постучаться Какая хорошая привычка, стучаться Открыто! Женя внимательно посмотрела на меня из-под очков Чего тебе? Эээ Ты не подумай ничего, мне бы... Я не хотел выглядеть идиотом, поэтому решил предельно подробно объяснить сложившуюся ситуацию Мне мука нужна Ольга Дмитриевна сказала, что она здесь есть Я понимаю, что это странно держать муку в библиотеке Но меня к тебе послали, а нужна она для торта отметить спасение Шурика А, ладно, не буду, ладно, все Просто для меня кажется, что это очень странно Ну тебя послали в библиотеку взять муку Ну, причем сама вожатая послала сюда за мукой Как бы, какая разница? Странно, ну да, странно Ну хрен бы с ним Просто приди и скажи Мне нужна мука Там, я от Ольги Дмитриевны, условно говоря Зачем вот это? Я понимаю, что странно держать муку в библиотеке Какая разница? Тебе сказали, что она здесь? Скажи, мне нужна мука? Мне сказал то-то Это, все И неважно, будет человек удивлен, что типа Мука, ты что, дурак, что ли, в библиотеке? Мука, ты что, сюда пришел? Какая разница? Меня вот послали сказать, что здесь Все, неважно Дальше не мои проблемы Ладно Да, есть у меня мука что-то такое Удивленно ответила Женя Секунду мне показалось, что я получил тяжелые гири по голове И перестал что-либо понимать Мука в библиотеке Действительно, что здесь такого? Мы же в Зазеркале Я, Алиса, сейчас съем волшебный грипп и отправлюсь домой Эй! А? Да Я замечтался Подожди здесь, сейчас принесу Она скрылась за книжной Мне кажется, знаете Я неправильно голос Жени даю У нее должен быть голос такой Да, он немножко должен быть такой Грубо говоря, занудный То есть она такая зануда небольшая Ну, как мне кажется, по характеру Но при этом у нее должен быть голос такой Как Ну, ботанки, что ли Я не знаю То есть Не знаю Типа как вот я пытался делать голос у Альфис В Андертейле То есть такой Немножечко, может быть, там Какой-то заумный шепеля Не знаю Ну, сдержан Ну, блин, даже не знаю, как это описать Ладно Она скрыла за книжными шкафами И я скрестил руки на груди Принесу Через пару секунд послушался звук скрипящих петель А, может, тебе помочь? Крикнул я Сама справлюсь Буркнул Женя в ответ Она в погребе Так что придется недолго подождать Она А, мука, типа Хорошо, хорошо Прошло уже несколько минут А Женя так и не возвращалась Я уже начал волноваться Как вдруг дверь в библиотеку открылась И вошла Алиса Похоже, она не ожидала меня здесь увидеть А ты что тут делаешь? А что нельзя? Грубо ответил я Алиса немного опешила Да мне, какое дело? Фыркнула она и направилась к столу Жени А ты сама зачем пришла? Алиса присно и посмотрела на меня Оценивающим взглядом Затем открыла рот Собираясь что-то сказать Но вдруг спохватилась И отвернулась Пряча что-то за спиной Книгу отдать Сказала Сказал я Первое, что пришло в голову Не твое дело Не очень уверенно Ответила она А что за книга? Алиса промолчала Ну дай посмотреть Интересно ведь Что читает мисс Не влезай убьет Не твое дело Ее голосе было еще меньше Уверенности Ладно, ладно Я не настаиваю Хотя на самом деле Мне было очень интересно Что же такое читает Алиса Более того Я вообще удивился Увидев у нее в руках книгу Телевизор, кино, компьютер Если бы он здесь был Все это казалось Более подходящим Развлечением для девочки Вроде нее А тут книга Попытаться выхватить книгу Алисы Проявить осторожность Да давайте попробуем Выхватить книгу Алисы Ну да фиг бы с ним Типа мы же сразу По Лену Руту А, блин, стоп А тут я может быть поторопился Потому что Алиса и Лена Они на самом деле Немножко конфликтуют Друг с другом В плане Ну Они как бы На самом деле Немножко враждуют По самому сюжету И при этом Конфликтуют в плане Вот этого набора Очков Для Рута Между собой То есть если что-то Выбирать в пользу Допустим Лены То это идет в минус К Алисе И наоборот Если выбирать что-то В плюс к Алисе То идет в минус к Лене Но я все равно Не помню Какой из этих вариантов Идет в плюс к Алисе И делает ли это Минус к Лене Поэтому Поэтому я все равно Не знаю Какой из этих вариантов выбирать, и выберу то, что мне сейчас интереснее, потому что я, кстати, не помню, какая на книгу читать, если тут это вообще рассказывалось. Все же любопытство взяло верх. Я воспользовался тем, что Алиса не смотрит на меня, и тихо, подкравшись, аккуратно выхватил книгу. А! Заизгнула она. В следующую секунду ее лицо приняло такое выражение, что я уже начал сомневаться в правильности своего решения. Раз уж скоро умирать, то хотя бы посмотрю, ради чего. В руках у меня была унесенная ветром. Ну, ладно, когда будем проходить по руту Алисы, я, наверное... Хотя, ладно, раз я сейчас об этом загорел, просто не факт, что я обращу на это внимание, поскольку другие руты я буду более ужато проходить, то есть основные разветвления, только покажу и концовку саму. Вот такие моменты я, наверное, буду пропускать, поэтому сейчас скажу. Ну, для тех, кто знает, как говорится, да? Я уже упомянул, что они немного враждуют, и у них... Ну, вот под конец там будет видно, как раз, что у них некое соревнование идет за Семена. Вот. И поскольку Алиса, как бы, ну, ей начинает казаться, что она не может своим вот этим вот характером, который она выставляет себе на показ, как бы до конца понравиться Семену, да, она решает начать, как бы, подражать, или пока, ну, грубо говоря, продемонстрировать себя с другой стороны. Как-то у меня немножко потерялась вот эта нить, что я хотел сказать. Да, она, в общем, пытается подражать Лене, то есть то, что привлекает Семена в Лене, она пытается и показать как раз со своей стороны, грубо говоря. То есть вот там Семену вначале понравилось, что там Лена читает такие там книги. Ну, именно с точки зрения Алисы, ей кажется, то, что Семену понравилось, то, что Лена читает там книжки, там вот эту конкретную книгу, да, там, несенную ветром, ей кажется, что Семену это понравилось сильно. И она такая думала, надо бы мне, типа, там какой-нибудь коварный план сделать, продемонстрировать, что я как будто тоже читаю книжки, причем вот такие вот, типа, интересные, известные книжки. И она, типа, приходит в библиотеку с этой книжкой и так, типа, невзначай, да, это самое... Ну, мне кажется, что это ее такой некий коварный план, то есть на самом деле... Не, может быть, она, конечно, почитывает тоже книги, это так же хорошо, но учитывая ее характер и образ, мне кажется, что это как бы ее такой некий план коварный немножечко. Ну, ладно, хорош отвлекаться, это лично мое мнение, если у вас есть какое-то другое мнение или вы знаете конкретные ее мотивы, хотя, вроде, это нигде не описывается конкретно, разве что сами авторы... Ну, в общем, авторы сами не описывают это, вот, то, в общем, пишите свое мнение в комментариях. А мы продолжаем. Та же книга, что тогда вечером на скамеечке читала Лена. От удивления я даже забыл о неминуемой смерти. Интересно? Да, покраснев нехотя, ответила Алиса. Ладно, тогда я протянул ей книгу. Алиса бросила ее на стол и быстро, несмотря на меня, вышла из библиотеки. Значит, и ей ничто человеческое не чуждо. В конце концов, она тоже девочка. Быстро проанализировав... Тут скорее дело не в том, что она девочка, ну да ладно. Быстро проанализировав произошедшее, я заключил, что ничего такого странного и не случилось. Наконец, библиотека огласилась громогласным стоном Жени. Забирай! Я обошел шкафы с книгами и увидел вспотевшую библиотекаршу, сидевшую рядом с люком в погреб. А рядом с ней небольшой мешок. Может быть, у них тут что-то типа склада? Спасибо! Я взял мешок и вышел из библиотеки. Слава богу, что он оказался не очень тяжелым. И на домик Ольги Дмитриевны я его донес без особых усилий. Хорошо. Вроде бы все собрали, теперь вперед в столовую. Да. Наконец, все необходимое было собрано. Я вытащил тележку с сахаром на улицу и положил на нее мешочек с мукой. А сверху приспособил кое-как две корзинки с ягодами. Пиво же я предусмотрительно засунул под рубашку от греха подальше. День близился к вечеру, а это значило, что пора спешить. Ведь торт еще надо испечь. Ой, наушники сползают. Конечно, я бы куда с большим удовольствием сейчас просто лег, закрыл глаза и заснул. Ну, но нельзя подводить Ольгу Дмитриевну. Господи, всего-то отвезти до столовой и дальше уже там делать, что хочешь. Более того, после сегодняшних приключений я уже чувствовал и собственную ответственность за успех всего этого мер... Ай, я уже чувствовал собственную ответственность за успех всего этого мероприятия. Выйдя на площадь, я ненадолго остановился, чтобы отдышаться. Нет, тележка не была тяжелой, ехала легко и не приходилось прилагать особых усилий. Просто любые физические нагрузки вызывали боль. И физическую, и душевную. Я присел на лавочку и закрыл глаза. А что это? Мне было наплевать, кто это. Наверняка просто какая-нибудь пионерка, заинтересовавшаяся необычным коллегой по несчастью. Ты о чем? Устало спросил я. Она ничего не ответила. Ингредиенты для торта. Ты любишь торты? Не знаю. Но что, никогда не пробовала? Не знаю. Девочка, очевидно, не понимала, про что я, но тогда это не показалось странным. Да что там за машины такие ездят на улице, а? На весь двор. Такой, блин, вообще ужас. Я надеюсь, вы не слышите этого ужасного шума, но он настолько громкий, что, скорее всего, он был слышен, но, надеюсь, не очень сильно. Девочка, очевидно, не понимала, про что я, но тогда это не показалось странным мне. Разговор меня совершенно не интересовал, так как я устал настолько, что не имел никакого желания, как бы то ни было, классифицировать внешние раздражители, разделять их на обычные и необычные. Понятно. Ты приходи, попробуешь. Правда? Правда. А из чего их делают? Кого? Рассеянно спросил я. Эти твои торты. Ну, мука, сахар, начинки всякие. Какой-то странный вопрос, неужели она не знает, из чего состоит торт? Это все у тебя там? Да, частично. И сахар? И сахар. А можешь мне немного отсыпать? Зачем? Это уже было, пожалуй, чересчур. Внезапно налетел ветер, я инстинктивно схватился за тележку и открыл глаза. Однако передо мной никого не было. Неужели мне все это почудилось? Однако мешок с сахаром развязался, и под ним на земле высилась небольшая белая горка. Может быть, она ветра испугалась и убежала, поправив поклажу. Я встал со скамейки и продолжил свой нелегкий земляничный путь. Возле столовой не было ни души. Ничего удивительного, ведь до ужина оставался еще час. Я подкатил тележку к заднему входу и сдал продукты с рук на руки местной поварихи. Наверное, она уже была в курсе, что с ними делать, поэтому я посмотрел на меня так недобро. Не уверен, сколько по времени занимает приготовление торта, но, видимо, ей придется поспешить. Оставшееся до ужина время хотелось просто отдохнуть. Проще говоря, я слишком устал, поэтому сел на ступеньки и принялся ждать. Глаза закрывались сами собой. Наверное, я не знаю, я бы на его месте бы дошел бы все-таки до вот этого... Ну, это не лежак, как он там, и не гамак, господи. Ну, вы поняли. Ну, или до кровати, плюхнулся бы туда. Все лучше, чем на ступеньках сидеть целый час. Глаза закрывались сами собой. Наверное, за весь день меня слишком сильно разморило, поэтому я и не заметил, как кто-то подошел и легонько стукнул меня по плечу. О, блин. Привет. Передо мной стояла Мику. И тебе. Даже без зеркала я мог представить выражение крайнего скептизма и раздражения у себя на лице. Извини, я помешала тебе. Да нет, я просто сидел... А, ну тогда ладно. Мику расплывать в улыбке. Я просто шла на ужин, думала, что уже пора. Оказалось, что еще рано, но я все же решила проверить, может, я не ошиблась. А часы... Ну, 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 то есть часы не могут ошибаться, просто я их не так поняла. Кажется, она окончательно запуталась и замолчала. Еще полчаса примерно до ужина. Отлично, тогда я с тобой посижу, подожду, не возражаешь? Откровенно говоря, я возражал. Знаешь, у меня еще дела кое-какие. Я поспешно встал и, не прощаясь, удалился, как обычно, игнорируя Мику, что-то кричащую вслед. Через минуту я вышел на площадь и сел на лавочку с твердым намерением хотя бы здесь дождаться ужина в тишине и спокойствии. Пожалуй, такое со мной впервые за последние четыре с половиной дня. Я не просто злился на какие-то незначительные неудобства, а по стоящему бесился. Меня абсолютно перестало волновать, где я и почему я здесь. Не волновало меня и то, как выбраться отсюда. Сейчас я больше негодовал из-за того, что именно мне постоянно приходилось выполнять глупые поручения вожатой. Именно я вечно попадаю в идиотские ситуации, а иногда и вообще выступаю шутом. Если это проделки инопланетян или задумка вселенского разума, то им неплохо бы показаться психо... Психиатру. Я скрипнул зубами и сжал кулаки. И самое обидное в том, что все происходит как-то само собой. Я бы и рад не таскать пудовые мешки с сахаром, но выбора-то нет никакого. Точнее, альтернатива приведет к куда худшим последствиям, чем растянутые мышцы и ущемленное самолюбие. На кого злишься? Перед мной стояла у Ильянка и хитно улыбалась. Ни на кого рассеяно, ответил я. Однако кулаки меня выдавали. Так просто. Ладно, ладно, дело твое. Ты лучше скажи мне, зачем весь этот день по лагерю бегал со всякими мешками? Дела были, нехотя ответил я. Судя по всему, это продукты. Может и продукты. Ульяна собиралась что-то сказать, но в это время заиграла музыка, призывающая пионеров на ужин. Я с облегчением вздохнул и быстро направился в сторону столовой, оставив Ульяна позади. Что странно. Семен, спасибо тебе огромное. За что? Нажатая приветливо улыбнулась. За торт? А, да. В тот момент я как нельзя лучше понял смысл поговорки «спасибо в карман не положишь». Ты же никому не рассказывал, это должен быть сюрприз. Да. Вот и молодец. А теперь давай, марш на ужин. Ольга Дмитриевна махнула рукой в сторону столовой. Я медленно переступил порог и принялся искать свободные места. Сегодня их оказалось много, так что появилась возможность поесть в одиночестве. На ужин давали рыбу с картофельным пюре. Угу. Опять неудача. Останусь полуголодным. Да и к тому же рыба была в обед. Сегодня что, рыбный день? Так четверг же? А, нет, смотри. По идее нет. Не помню, с какого дня тут начинается. По-моему, с воскресенья. Получается, что как раз четверг, рыбный день? Разве нет? Ну ладно. Отодвинув в сторону тарелку с жареным морским обитателем, я опустил голову на руки и закрыл глаза. Как можно не... Не знаю. А вот вообще я всегда придерживался... Такого... Ну как придерживался такого мнения? Просто много раз попадал в такую ситуацию, что когда ты дико голодный, а еще и уставший при этом, когда тебе требуется еще больше... Ну физически уставший, когда тебе требуется еще больше энергии, чтобы восполнить, и как бы потраченную энергию, и еще голодный, то можно съесть все что угодно. Не, ну понятно, что с голодухи там... Если ты не ел там целый день что-нибудь, ты можешь хоть там подошву на ботинках начать жирать. Как говорится, ну или кожаные ботинки... Не, ну почему подошву? Это я, конечно, загнул, да? Но кожаные ботинки, как говорится, это как бывает в таких совсем утрированных ситуациях. Ну дала. В общем, поняли суть. Я надеюсь, смысл уловили. Я пустил голову на руки и закрыл глаза, да. Ну, скоро к моему столику кто-то подошел. Что с тобой? Ничего. Ответил я, не меняя положение. Устал? Да, есть немного. Это плохо. Серьезно сказал Славе. Еще бы. Ты же помнишь, что после ужина мы все в поход идем? Уже собрался? Ээээ, чего? Куда? Я моментально открыл глаза и поднял голову. Этого со Славей стояла Лена. Поход. Она удивилась. Ты не знал? Нет. Я опустил голову на стол и закрыл ее руками. Или он сказал типа, нет. Если бы сейчас была возможность провалиться под землю... Девочки молчали. Некоторое время я находился наедине со своими мыслями. И меня это вполне устраивало. Может быть удалось бы даже так просидеть до конца ужина. Но из дальнего угла столовой донесся громкий голос Ориги Дмитриевны. Ребята! В честь чудесного спасения нашего дорогого друга и товарища Шурика, мы приготовили для вас этот торт. И я нехотя поднял голову и посмотрел в сторону лажатой. Но ничего не увидел за плотно сомкнутыми спинами пионеров. Сейчас, сейчас. А про меня даже и не упомянули. Что я Шурика спас, что продукты для торта таскал. Как будто так и положено. Что же от вожатой этого стоило ожидать? Пойдем. А то без нас едят. Славя улыбнулась. Пойдем. Согласилась с ней Лена. Да, конечно. Я нехотя встал и поплелся за девчонками. Когда мы подошли к толпе пионеров, Ольга Дмитриевна как раз поставила торт на середину стола. А теперь... Это классный арт, когда Ольга Дмитриевна пытается прям... Прям, я не знаю, всем своим телом, всем своим весом оттягивает Ульянку от торта. Да ладно. Закончить вожатая не успела, потому что из толпы пионеров выскочила Ульянка и накинулась на торт. Она успела надкусить его в нескольких местах до того, как ее начали оттаскивать. Ульяна упиралась и визжала. За всей этой картиной я безучастно наблюдал со стороны. Улыбающаяся Алиса, Лена, которая пальцем подцепила немного крема, негодующие пионеры вокруг. Казалось мне просто здесь не место. Сейчас закрой глаза, открою, и вот я уже дома перед компьютером. Да, все это очень плохо. Все это как плохой сон. Я моргнул, но ничего не изменилось. Столько шум, гам и крики стали отчетливее. Ульяна! Это же пере... Это уже переходят все границы! И я! И я! Действительно, такое поведение это уже перебор даже для нее. Разговор или трибунал? Помешался Шурик. Да ладно вам, Ольга Дмитриевна, раз уж торт мою чистую, ничего страшного. Он замялся. Неважно! Вожатая повернулась в сторону Ульяны. А ты! Тебя я сегодня накажу по-настоящему, чтобы в следующий раз знала! Ради бога! Она фыркнула и отвернулась. Сегодня с нами в поход не идешь! Довольно надо было! Я бы с удовольствием поменялся ролями с Ульянкой и пошел бы в поход вместо нее, но кто же знал. Если бы догадаться заранее, я бы первым полез куле, крушить этот чертов торт. После пары минут мешательства пионеры стали потихоньку расходиться. И тебе пора собираться. Через полчаса построение на площади. Я посмотрел в глаза рожатой, пытаясь невербально передать все свои отношения к происходящему, но вышло у меня, видимо, не очень. Не опаздывай! Направляясь к выходу, я подошел к Ульянке, которая сидела за столом. Или на столе. А зачем? А, и зачем? Выглядела она крайне обиженной. Впрочем, было на что. Захотелось! Резко ответила Ульяна. Довольно результатом? Довольно! А тебе удачно в поход сходить. Она ехиднула болось, вскочила и выбежала из столовой. Удача мне не помешает. Дорогу осилит идущий. Эта поговорка крутилась у меня в голове всю дорогу до домика вожатой. Почему-то я даже не думал возражать, ссылаться на плохое самочувствие или попросту откосить без причины. События этого дня научили смирению. Хотя иногда мысли происходящего, смысл происходящего усказал от меня. Войдя внутрь, я задумался. А что, собственно, собирать? У меня из вещей пальто да джинсы. К тому же забыл спросить, поход с ночевкой или без. В общем, делать было нечего, поэтому я на всякий случай схватил свитер, в котором попал сюда, ночью может быть холодно, и медленно поплелся в сторону площади. Там уже собрался весь лагерь, хотя до времени назначенного Волгой Дмитриевной оставалось еще минут десять. Я примастился с краю и принялся терпеливо ждать. Вечерело. Если посмотреть на нас со стороны, то вырисовывается довольно забавная картина. Толпа пионеров, по привычке выстроившихся в шеренгу, словно ждет приказа молчаливого бронзового генды. И все это в алых лучах заката. Вот он машет рукой с криком в атаку, и ревущие солдаты в красных галстуках сводятся в битве с невидимым противником. Верной дорогой идете, товарищи! Навстречу к социализму! К коммунизму! К светлому будущему! Эх, ну ладно. Вот он машет рукой... А, прочитал только что. Впрочем, вместо генды заговорила появившаяся Ольга Дмитриевна. Вроде все на месте. Отлично! Я не мог думать ни о чем, потому что за сегодня слишком устал и решил просто послушать вожатую. Итак, сегодня мы отправляемся в поход. Важным для любого пионера является умение прийти на выручку товарищу, протянуть руку помощи в трудную минуту, просто спасти его в безвыходной ситуации, наконец. Всему этому нам с вами предстоит научиться. В толпе пионеров пробежал шепот, общий смысл которого был в том, что вся эта былинная экспедиция закончится в пае сотен метров от лагеря около костра. Почему-то и мне казалось так же. Идти будем парами. Так что, если вы еще не выбрали себе партнера, сейчас самое время. Пионеры начали быстро группироваться подвое. Похоже, пары не нашлось только для меня. Славя о чем-то удивленно разговаривала... А, увлеченно разговаривала с Ольгой Дмитриевной, Леной с Мику, а Электроник, естественно, с Шуриком. Может быть, идти одному не так уж и плохо. Семен! Волос вожатый вывел меня из раздумий. Я нехотя подошел к ней. Тебе пара не нашлось, я погляжу. Видимо так. Тогда подержение, она тоже без пары. На меня нахлынуло то особенное отчаяние, в которое может впасть только одинокий человек. То есть, получается, я настолько же оказался никому не нужен, как и библиотекарша Йетти. Провести с которой наедине пару часов я не согласился бы даже за деньги. Впрочем, сейчас мы находимся в равных условиях. Я медленно подошел к Жене. По ходу дела нам с тобой идти. Она подняла на меня глаза. Только не думай, что я рада. Серьезно сказала Женя. А с чего тебе радоваться? Нейна спросил я. Неважно. Будет еще лучше, если ты помолчишь. Куда уже лучше. Она развернулась и направилась за остальными пионерами. Я не видел никакого потаенного смысла идти парами. В конце концов, наш путь пролегал по исхоженным лесным тропинкам, и заблудиться здесь было весьма проблематично даже при желании. Более того, мы шли уже полчаса, но не прорывались вглубь леса, ища опасностей, которые помогут проверить нашу храбость и закалить в нас пионерский дух, а попросту ходили кругами. Впрочем, если учесть, что нашим вожаком была Ольга Дмитриевна, такой поход можно считать броском хоббитов из Шира в Мордор. Да и просила Женя... А, как и просила Женя, я просто шел молча на некотором расстоянии от нее. Для тех, что, похоже, это нисколько не смущало. Слушай, а ты не знаешь, когда мы уже придем? Придем куда? Ну, туда, где планируем разбить лагерь. Смысл погоды не в лагере, а в ходьбе пешком. Ты никого не пони... Ты ничего не понимаешь. Да, в походах я и правда ничего не понимал. Ну, наверное, но все же... Не знаю. Резко ответила она и ускорила шаг. Я догнал ее и спросил. Слушай, а почему ты всегда... Я хотел сказать злая, но осекся. Я же тебе ничего плохого не делал, не собираюсь. Она удивленно посмотрела на меня. Какая? Ну, нелюдимая, что ли? Или это только со мной так? Опять ты чушь какую-то несешь? Это вообще ярость. Ярость, смотрите, ярость на лице Жени. Как знаешь. Я решил больше не разговаривать с ней первым до конца похода. Наконец-то Ольга Венитровина решила, что пора заканчивать наше хождение по мукам. Здесь сделаем привал. В местном стоянке была выбрана довольно большая поляна, на которой лежало полукругом несколько деревьев, образуя что-то вроде импровизированной беседки, посредине которой была выжжена земля и валялись угли от костра. По всему заметно, что такие походы – традиция лагеря. Меня вместе с остальными парнями отправили на поиски дров. Это не заняло много времени, так как вокруг валялось огромное количество веток и бревен разного размера. В конце концов, с помощью каких-то газет Ольга Дмитриевна разожгла костер. Мне было очень интересно почитать, что в них пишут, но ничего, кроме советской символики, я разгреять не смог. Пионеры расселись на бревнах и начали говорить кто о чем. Похоже, конечная цель всего этого мероприятия была достигнута. Не хватает только котелка с ухой, алюминиевых чашек с водкой и гитарой. Впрочем, я бы не удивился, если бы и все это откуда-нибудь здесь появилось. О, это было бы шикарно. Вот это было бы шикарная посиделка. Ладно, о чем думаешь? Эй, черт, промазал. Ко мне подсела Славя. Да так ни о чем. Наслаждаюсь походом, съездил я. Что-то не похоже. Ну, от радости прыгать не готов, ты уж извини. Ладно, не буду тебе мешать. Она еще некоторое время посидела рядом, но поняв, что я не очень устрано разговаривать, оставила меня наслаждаться рефлексиями в одиночестве. А мне хотелось лишь поскорее улечься в постель и заснуть. Но вместо этого я все больше пропитывался дымом от костра и пустой болтовней окружающих. Пионеры веселились, смеялись, в общем, наслаждались теплым летним вечером. В дальнем конце поляны я увидел Лену, которая о чем-то оживленно спорила с Алисой. Оживленно и Лена. Понятия несовместимые. Так мне казалось. Славя, похоже, после разговора со мной куда-то ушла. Электроник с Шуриком что-то яростно доказывали Ольге Дмитриевне. Кажется, только я был лишним в этом празднике жизни. Окей! Давайте сделаем так. Ясен пень, что поскольку мы идем все-таки по руту Лены, то здесь вариант выбора будет очевидным. Поэтому я выберу единственный верный вариант здесь. Это попытаться узнать, о чем спорят Лена и Алиса. Вот. И поэтому... Но... Ну да, я выберу этот вариант. Вот. Который... Посмотреть вообще, что происходит с Леной и Алисой. Из всего благолепия выбивались только Лена и Алиса. Нет, само по себе, что Алиса с кем-то ссориться было абсолютно естественным. Но Лена, разговаривающая на повышенных тонах, я аккуратно подошел поближе, пытаясь понять, что происходит. Вот. На этом я тогда закончу, друзья мои, поскольку мы записали уже примерно нормально. Вот. Да, я заканчиваю на... Ну, на одном из самых интересных моментов, что ли. Вот. Таком... Такой вот небольшой... Как это правильно сказать? Что-то у меня крутится именно cliffhands, английское выражение, на уме. А что-то русский аналог, что-то альтернатива я не очень могу. Такое иногда бывает, когда у тебя на одном языке выражение... Крутится в голове, ты можешь его сказать. А аналог на другом языке не можешь подобрать, хотя знал его всегда. И... Ладно. В общем, короче, останавливаюсь, как говорится, на самом интересном месте. Вот. Просто, ну, не хочу сейчас здесь будет так... Это интересно. Вот этот интересный момент, напряженный, можно так сказать. И дальше он затянется чуть-чуть, насколько я помню. Поэтому я не хочу, чтобы этот ролик как-то выбивался по длительности слишком относительно других. Ну, поэтому заканчиваю. Ладно. Своё вот это окончательное, так сказать, послесловие я сказал. Вот. На этом я заканчиваю данный ролик по бесконечному лету, ребята. Как обычно, если он вам понравился, то обязательно поставьте ему лайки. Пишите своё мнение в комментарии и ответы на эти вопросы, которые я вам задавал на протяжении данного ролика. И обязательно, пожалуйста, поделитесь этим роликом и моим каналом со своими знакомыми, друзьями. Ну, и вообще с кем только можете. Это очень сильно помогает развитию. Я очень на вас надеюсь. Всего-то вам нужно нажать кнопочку «Поделиться» и отправить ссылочку там в ВКонтакте, в какую-нибудь группу или в какой-нибудь диалог, с кем вы там общаетесь и так далее. В этом нет ничего сложного, я надеюсь. Вот. Если вы так сделаете, то огромное вам спасибо. Ну, и как обычно, друзья мои, с вами был я, Фростфайр, Мороз Огонь. Вот. Я, как всегда, желаю вам удачи, друзья, напоследок. И увидимся в следующих роликах. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова